Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер. С вами Григорий Мирошенченко, город Симферополь. Хочется сказать город Челябинск. Город Челябинск будет очень скоро, то есть 24-го я уже буду дома. Итак, дорогие друзья, как меня слышно, как меня видно, пожалуйста, поставьте по 10-бальной системе. Так я всех приветствую. Артур из Батуми, Юра из Зубера. Вот это классно, здорово, замечательно. Спасибо большое. Всем-всем-всем огромная благодарность, что сегодня нашли время, пришли на вебинар. Итак, дорогие друзья, в первую очередь, с чего я хочу начать, вы знаете, хочу начать. Да, Геннадий из Израиля, персональный привет. Да, Ген, там я тебе ответил на вопрос, по-моему. Там ответ есть. И давайте, дорогие друзья, начнем прежде всего с новостей. Я начну сегодня с новостей. Почему? Потому что та информация, которая прошла буквально вот несколько часов тому назад, по поводу сертификации и заключения сертификационного центра, а точнее центра, именно сертификации международного центра, она вот, вот всю эту информацию, можете распечатать ее, можно ссылку сделать. Это невероятный документ. Я обладаю огромным опытом работы в индустрии, вот именно в этой индустрии. Я вам скажу, что это документ номер один. Это документ номер один. Вот всем оппонентам вот этот документ можно сбросить, не можно, а нужно сбросить. Это аргументация, которая просто убивает на повал в хорошем смысле слова. Не надо убивать, конечно, совсем, но это информация, которая убивает на повал. Эту новость, ребята, все посмотрите, все прочитайте ее, вникните и поймите, что нас признали. Признали официально, ну, не только в Белоруссии, официальности, легальности и так далее, и так далее, но и по всему миру. Это ответ троллям, в хорошем смысле слова. Мы троллей любим, как говорит Сергей Анатольевич Сибиряков. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, эту новость все-все-все прочитайте. У кого есть ссылочка, прям скиньте в чат. Игореша, спасибо большое, Игорь, благодарность тебе, да. Да, новый уровень качества, а точнее, я как бы там в новостях обозначил, в своих чатах обозначил, это признание технологии на всемирном уровне. То есть, кто знает сертификат ISO 9011, это признание просто невероятное, официальное признание. Вот можно было сегодня закончить вебинар только вот этой новостью. Этого достаточно для того, чтобы не просто понять, захотеть, осознать, чем мы занимаемся, что мы делаем и во что это в конечном счете выльется. Сидите рядом, уточните, на какие деньги я лансирую проект в Могилево. Дорогие друзья, по поводу адресных проектов, давайте поговорим, ну, как бы это отдельный можно вебинар провести. Это Владимир Маслов, Владимир Маслов очень хорошо проводит эти вебинары. Поэтому, дорогие друзья, в этом отношении, в этом отношении. Но, как вам сказать, был вопрос по поводу Крыма. Да, действительно, мы завтра, сегодня мы находимся, я нахожусь сейчас, в Симферополе. Завтра мы снова выезжаем регулярно, сейчас выезжаем в Севастополь, буквально каждые 2-3 дня. Общаемся, выходим на администрацию. Общаемся с весьма влиятельными людьми, очень влиятельными людьми. В хорошем смысле слова, влиятельными людьми, без всяких, как говорят, заманов, без всяких взяток, там, чего-то еще. Вот, действительно, люди выводят нас на самый верх. Я уже больше года нахожусь в Крыму, больше года, с регулярными выездами домой в Челябинск. Но результат этих поездок с помощью наших партнеров, это Андрей Коробко, конечно, прежде всего. Это Виктор Сергеевич Тарасенко, президент Академии наук. Это, то есть, помощников очень много. Это Вика, наш лидер в городе Севастополе, Виктория. Это много-много хороших ребят, которые нам помогают в этом отношении. И по поводу Крыма, хотим мы этого или не хотим, хотят этого чиновники или не хотят, альтернативы нашему проекту не существует. По Севастополю я могу обозначить четко. Уже практически более года не могут согласовать генплан развития, генеральный план развития города Севастополя по одной простой причине. Да это и Крыма тоже самое касается. Это вопросы транспорта. Транспортные вопросы решить невозможно. Если исходить из тех технологий, о чем говорит Лариса Артамонова, очень много, очень здорово, классно. Кстати, Ларисе Артамоновой персональный привет в том плане, что здесь очень-очень многие ребята, особенно женщины, слушают вебинары Ларисы Артамоновой. И не просто в нее влюбились, а по приезде на Экофест они приготовили для нее персональный подарок. Даже, по-моему, не один, а два подарка для Ларисы Артамоновой. Это идея. Это то, ради чего стоит жить. Это то, что в конечном счете, как говорится, все обоюдно. Как я проводил, когда тренинги показывают, вы сжатый кулак, ничего не положишь. Но стоит вам разжать кулак, то есть отдайте сегодня, дайте сегодня что-то миру, и завтра вам отсюда придет тысячекратно, тысячекратно. Отдайте сегодня, дайте что-то миру. Я не знаю, свое видение, свою поддержку. Когда я общаюсь с чиновниками очень высокого ранга, мне постоянно задают вопрос. Не только мне, но и Андрею, и Виктории задают вопрос. А чем мы вам, зачем мы вам нужны? И вот у меня обычно, первое время у меня возникал такой ступор, зачем они нам нужны? И первое, что я говорю сейчас, если у вас есть три варианта. Первый вариант, это просто оказать нам поддержку. Поинтересуйтесь, узнайте, что это такое, и в конечном счете для себя, не для меня, не для кого-то, примите решение, что надо это Крыму, надо это вам, вашему городу, вашей стране, или не надо. Второе, это возможность еще и финансовая поддержка. Третье. Дорогие друзья, я не буду отвлекаться на чат, хорошо? Если что, потом вопросы задайте, я постараюсь на них ответить. Хорошо? Андрей, Мухаммед и так далее. Ребята, давайте попозже немножко, окей? Договорились? Итак, дорогие друзья, продолжаем наш сегодняшний вебинар. Я повторяю, новость номер один. Зайдите в чаты. Эта информация будет выставлена сейчас и в головной кампании. Она уже есть, собственно говоря. Прочитайте внимательно. Это новость номер один за очень-очень долгий период времени. Это официальное признание нас по всему миру. Это очень-очень важно. Мне так не хочется смотреть чат, но все-таки подглядываю так. Но ничего, это нормально. Итак, дорогие друзья, а теперь далее. Очень важная информация по Экофесту. То есть, 1 июля, 2 июля у нас состоится Экофест. Прежде всего, 1 июля. Дорогие друзья, очень-очень много партнеров сейчас, партнеров, я подчеркиваю, инвесторов, которые не успели взять билеты на Экофест. На Экофест прежде всего. Я сейчас предварительно вам скажу, а в пятницу окончательно вам доложу. Но я думаю, до этого времени уже информация будет выставлена. То есть, те, кто не успел приобрести билеты на Экофест, как бы взять их сейчас нельзя. Просто нельзя. Количество людей ограничено. Но сегодня я общался с руководителем техподдержки Александра Бывой. И Александр сказал, что они сейчас переговорят с Надеждой Юницкой, Косарева Надежда. И, соответственно, будет принято решение, что на месте, на месте, возможно, будет взять, иметь при себе паспорт прежде всего. На месте можно будет взять билеты для того, чтобы пройти на Экофест. На Экофест. И если это количество людей будет более, сейчас уже 5000 есть, более 2000 человек сверху, то, ну, я сейчас не могу ответить на этот вопрос, но возможно, что не все смогут попасть. Но я думаю, что компания, главная компания постарается сделать так, чтобы все люди попали. Но для этого, ну, правильно поймите, правильно поймите, необходимо соблюсти все меры предосторожности. Это очень-очень важно. Все меры предосторожности. Поэтому та компания, которая занимается охранной деятельностью, именно, чтобы у нас прошел Экофест, наверняка, наверняка будет, могут быть какие-то провокации. Поэтому, дорогие друзья, просто имейте в виду, что контроль будет жесточайший. В хорошем смысле слова, для нас же. Поэтому, пожалуйста, сделайте так, чтобы у вас не было никаких нюансов, чтобы никто не скандалил, не ругался. Всех своих партнеров предупредите о том, что на Экофест можно попасть только по распечатанным билетам. Рекомендую билеты все распечатайте. Они сейчас есть у вас в кабинетах. Кто заказывал билеты, они есть у вас в кабинетах. Это распечатка. И распечатайте их в бумажном варианте и предъявите вместе с паспортом при посадке в автобусы и при входе в Экофест. То есть непосредственно на площадку в Марьиной Горке. Это первое. Второе. Кто не успел приобрести билеты на события 2 числа, я говорю сейчас про капитал. Прежде всего у Андрея Федоровича Ховратова там свои данные. По капиталу я могу сказать, что кто не успел, тот опоздал. Хотим мы или нет, но так есть. К глубокому сожалению, я сам не успел взять билет на 2 число на события. Но так получилось. Тут замотались мы. То есть все. И Гузель, у Гузель было много работы. И я тоже переезжаю из региона в регион. Тут был в Кургане. Потом Челябинск. Потом Минск. Потом не Минска, а Москва. Потом снова Крым. И в результате не успел взять. Ну что поделаешь. Бывает такое. Поэтому без скандала, безо всего. Но на Экофес, я подчеркиваю, на Экофес обратите особое внимание. Дорогие друзья, распечатайте. Всех оповестите своих партнеров. Билеты необходимы эти распечатать. Вот этим с электронным штрих-кодом распечатайте. И на телефоне имейте, и в распечатанном бумажном виде. Это очень и очень важно. Итак, дорогие друзья, просьба. Если там идут дискуссии в чате какие-то, ребята, ну не обращайте внимания. Не реагируйте. Просто ничего не пишите. Ничего не пишите. Да, Вячеслав, это Вячеслав Крикун, наш партнер. Супер-супер хороший помощник. Вообще классный мужик. Ростом в 2 метра. Весом 150 килограмм. Слава, я не ошибаюсь. 150 килограмм. Да, абсолютно верно. То есть колющие, режущие и так далее, и так далее. Все оставляйте в гостинице. Далее, далее. Кто едет на автобусах? Кто выезжает на автобусах? 125. Слав, ты похудел. 125 килограмм. Ты похудел. Итак, кто едет на автобусах? Организованно. У нас вот из Крыма, Министерство транспорта Крыма выделило специально автобус для поездки в Минск. Поэтому у нас ребята едут, ну наша группа едет в Минск на автобусе. Это 50 человек. 50 или 52 человека, не помню. Это Андрей может уточнить. Так вот, дорогие друзья. Так вот, значит, по приезде. Во-первых, там есть распечатка, кто едет из автобуса. Особенно с Прибалтики многие едут на автобусах. Ближайших стран, регионов едут на автобусах. Поэтому, пожалуйста, прочитайте информацию и распечатайте схему проезда. Схему проезда. То есть, сопровождающих, скорее всего, не будет. Почему? Потому что очень-очень многие люди едут на своем транспорте, на чем-то еще. Там есть вся схема проезда. Она проста и понятна. Поверьте мне, мимо экофеста нашего эко-технопарка не проедете. Далее. Следующий момент, значит. По поводу, многие спрашивали, когда будет смена дисконта. Дорогие друзья, смена дисконта, скорее всего, будет объявлена на экофесте. Возможно. Если на экофесте, то я предполагаю, что так, что после экофеста сразу объявят смену дисконта. И сейчас будьте внимательны. Будьте, пожалуйста, внимательны. Это я говорю. Как бы это полуинсайдерская информация. Но Сергей Анатольевич уже проговорился. Я могу на него все косяки свалить. В том плане, что это не косяки. Действительно так есть. То есть, в данный момент ведутся переговоры с крупными фондами по поводу обратного выкупа. Но не только с фондами, но прежде всего обратный выкуп по законодательству имеет первоначальный. Это головная компания. Что это такое, я могу сказать. То есть, в какой-то момент, этот момент может быть на 12, может быть на 11, а может быть на 13 этапе. Момент. Когда вы сможете, когда вам дано будет право. Возможно, я подчеркиваю, возможно, дано будет право отдать свои акции, продать свои акции головной компании. Ну, скажем так, в два раза дороже. Я так буду, как Виктор Тарасов говорит всегда, консервативно. Ну, в два раза дороже. Кому очень нужны деньги, такой шанс может появиться. Может появиться, я подчеркиваю, может появиться. И за этим, пожалуйста, внимательно наблюдайте. То есть, следите за новостями. И, знаете, у меня рекомендация такая будет. Рекомендация. Если у вас есть действующая рассрочка, то не надо ее закрывать. Не закрывайте. Просто до смены этапа, то есть перехода на 10 этап, просто откройте еще дополнительную рассрочку, которая вам комфортна. Вам комфортна. Откройте эту рассрочку. По поводу акции. Акции, дорогие Володя, вопрос очень хороший. Приходите на уроки финансовой грамотности в Остасении. Вы получите ответ от Виктора Тарасова, от Магасума Гузель. Где акции, когда они появляются. Это вопрос, который очень-очень важен. И его важно понимать. То есть, в момент, когда мы выходим на IPO, перед выходом на IPO, что происходит. Вот это важно знать. Не только обязательно по нашей компании. Если, Володя, вы еще не в нашей компании, то просто на будущее вам будет очень полезная информация. Тем более, что на воскресных вебинарах сейчас все. Со следующего вебинара уже идут целевые разборки. Рынок недвижимости, рынок акций, рынок облигаций, рынок криптовалют, технологии блокчейн и так далее, и так далее. То есть, от лучшего профессионала стран СНГ, я бы сказал так, а я бы сказал даже лучшего профессионала, ну, может быть, не мира, но практически так она есть. Почему? Потому что результаты этого человека, Виктора Тарасова, они просто невероятные. И это отмечал и Волберт, и Герчик, и еще много-много супер профессионалов, акул Уолл-стрита по одной простой причине, что это де-факто. Вы знаете, я вот сейчас постоянно, да не только сейчас, постоянно бываю на Фейсбук, особенно на Фейсбук, ВКонтакте, где столько предлагают всевозможных вариантов обучения финансовой грамотности, вариантов инвестирования, вариантов торговли на бирже. Но ни разу, ни от кого я не увидел, ни разу, ни разу, вот уже порядка 15 раз я обращался к тем, кто предлагает обучить торговли на бирже и вообще пониманию, что, как работает рынок, ни один человек не откликнулся и не показал свои результаты. Ни один. Вот понимаете, такой вот результат, ни один. Я вижу, все-таки дискуссия идет, дорогие друзья. Владимир, вы знаете, вот у меня очень милая молодая женщина открыла свой канал на YouTube. И она, она очень давно уже, то есть довольно-таки давно является партнером Skyway. И там очень многие люди задавали примерно, примерно вот такой вопрос. А где результат? То есть, где ваш результат? Это нормально, Шали, не надо там ругаться, не надо оппонировать. Просто я отвечу Володе на вопрос. Где результат? Она говорит, ей говорят так, вот вы говорите Skyway, Skyway вот уже три года прошло, а где результат? То есть, вот, вот биткоин вырос за это время там в десятки раз. А вы, что у вас происходит? И эту девушку зовут Аня, Анечка отвечает, на YouTube отвечает. Вы знаете, пройдет еще два года, не ты даже, а два года. И точно так же вы потом спросите, вернее, я задам вам вопрос. Ну, что вы там занимаетесь в какой-то компании? Где ваш результат? Вот Skyway темп роста акций составил там тысячи процентов, десятки тысяч процентов, а может быть сотни тысяч процентов. То есть, понимаете, вот это нормально. Владимир задает нормальные вопросы. Это нормальные вопросы. И надо реагировать на них правильно. В том плане, что не надо обижаться. По одной простой причине, что мы все люди разные. Кто-то хочет денег здесь и сейчас. Кто-то хочет денег чуть попозже. Поэтому, ну, у каждого свое. Биткоин уже хана. Ну, ребята, хана не будет биткоину. Почему? Потому что, ну, это отдельный разговор. Я все, я не читаю сейчас. Сейчас, дорогие друзья, мы продолжаем с вами общение. Итак, по поводу именно Экофеста, я вам такие, знаете, самые критичные новости обозначил. Что можно будет в принципе, а окончательный ответ будет, я думаю, в чатах буквально завтра. Возможно, будет завтра даже этот ответ. То есть, что приобрести билеты может быть на месте. Потому что мне уже звонило несколько человек, которые купили билеты в Минск. И при этом довольно-таки до, ну, из дальних мест. Но, к сожалению, билетов у них нет на Экофест. Поэтому очень важно, чтобы они попали на Экофест. Но здесь, опять же, ни на кого обижаться не будем. По одной простой причине, что безопасность события, это очень и очень важно в наше непростое время. Ну, а вот эта новость, это просто невероятная новость. Пожалуйста, ее все прочитайте. Итак, дорогие друзья, теперь переходим к конкретике. А конкретика очень и очень проста. Сегодня, с сегодняшнего дня мы с вами начнем рассматривать, знаете, такой вопрос, то, что я обещал. Вопрос очень-очень простой. И сегодня я дам две маленькие фишки. Что было у меня на предыдущих тренингах? Это было более полугода тому назад. Даже больше, наверное. По поводу того, помните, да, что такое отзеркаливание. И вот этот вопрос почти каждый из нас сталкивается с тем, что все наши просьбы, пожелания, с которыми мы обращаемся к своим друзьям, родственникам, знакомым, остаются без ответа. Вот просто-напросто на них не реагируют. Мы приглашаем человека на встречу, важная встреча. Там приехал Мирошниченко Игорь Михайлович, там приехала Инета Аджана, или Алексей Суходоев, или кто-то еще. А люди не реагируют. Просто не реагируют. Они не приходят. Они звонят в самый последний момент, говорят, я не могу прийти, потому что у меня потолок провалился, потому что у меня там вода потекла, потому что у меня срочная встреча, потому что у меня бабушка заболела, потому что ребенок из садика, ребенка из садика не успела забрать, и так далее, и так далее. И мы с этим сталкиваемся каждый день. Наши просьбы и пожелания. Жене, к мужу. Ну что ты, когда же вынесешь елку? Какая она занудная. Она, вот май месяц, я лежу на пляже, а она такая зануда, вынеси елку, вынеси елку, вынеси елку. Помните, да, этот анекдот? Но это так есть на самом деле. И мы постоянно с этим сталкиваемся. Мы просим своих детей, требуем, кричим, орел, что-то сделать. А они этого не делают. Они продолжают заниматься тем, чем занимаются. Они игнорируют наши просьбы. И как надо сделать, чтобы мы все чаще и чаще слышали бы ответ «да». Хорошо, я приду. Я сто процентов приду. Почему? Потому что. Так вот, искусство убеждения, вообще убеждение – это наука. Хотя многие считают, что даже это искусство. И применяя самые простые фразы, можно практически любого человека убедить сделать то, что необходимо сделать. Но при этом это должно быть исходить от сердца. Это должно быть добро. Это должно быть то, ради чего вы можете, за что вы можете поручиться. В самом конце, я вам скажу еще такой коронный момент, который вы наверняка знаете в принципе, но, к сожалению, не применяете. Какое-то убеждение – это наука. И многие считают, что это искусство убеждать человека. Применяя простые фразы, можно практически любого человека убедить сделать то, что необходимо сделать. Ради его блага прежде всего. Ой, а кто знает, что это благо или нет? Тогда, когда у вас глаза горят, когда вы сами убедились, что это здорово, вы это можете передать человеку. И это вся наша жизнь. И каждый день нам приходится десятки раз сталкиваться с необходимостью кого-то в чем-то убедить. Это может быть муж, жена, дети, знакомые. Это могут быть по карьере, это могут быть начальники ваши. Это может быть ваши подчиненные и так далее, и так далее. Это наука убеждения. И изучая эту науку, многие смогут научиться убеждать даже тех, кого мы думали, невозможно переубедить или повернуть в сторону, вашу сторону. И это очень, очень важно осознавать, что с этим мы сталкиваемся каждый день и при этом десятки раз. И сейчас я приведу вам немного, пару, может быть три примера, как добиться, чтобы человек сказал вам «да». И не просто «да», а чтобы он это еще и сделал. И вот пара слов, которые повысят вашу способность убеждать. И первое словосочетание, которое я вам повторю, я об этом вам говорил уже несколько раз, но так знаете, «походя». Это словосочетание, запишите его, «потому что». Словосочетание «потому что». «Потому что». Так вот, психологами было принято решение провести эксперимент с этими словами, чтобы доказать их действенность. Человек должен был просто подойти к очереди, какой угодно очереди, в магазине, где угодно. И попросить разными способами пропустить его без очереди. То есть убедить людей, чтобы он прошел без очереди. Когда он сказал «простите, мне можно пройти без очереди, я очень спешу». Так вот, его пропустили порядка 50-55% людей. 50-55%. Он сказал фразу «простите, мне можно пройти без очереди, я очень спешу». А потом поменяли слово «сочетание», вернее добавили. И очень просто. «А можно мне пройти без очереди?» «Потому что». «Я очень спешу». «Потому что». «Я очень спешу». «Потому что». «Я очень спешу». Его пропустило 94% людей. 55% и 94%. Чувствуете разницу? Вам хочется услышать волшебную фразу. Применительно к Skyway услышите. Но позже. Не сегодня. Это уже будут целевые вебинары. Для тех, кто выполнит определенные условия. На самом деле, интересным этот эксперимент стал тогда, когда человек добавлял абсолютную бессмысленную фразу. Еще раз повторю. Вот это конкретика была. «Потому что я очень спешу». А теперь провели новый эксперимент. В этом эксперименте человек добавлял абсолютно такую, знаете, вот ни к чему не привязанную фразу. Какая-то бессмыслица. Бессмыслица. Например, он говорил. «Могу ли я пройти без очереди, потому что мне нужно купить хлеб?» Задумайтесь. «Могу ли я пройти без очереди, потому что мне нужно купить хлеб?» «Потому что тебе нужно купить хлеб, и на каком основании я тебя должен пропустить без очереди?» «Я тоже хочу купить хлеб». «И несмотря на всю бессмысленность этой фразы, она привела к почти такому же результату 93%.» «То есть могу ли я пройти без очереди, потому что мне нужно купить хлеб?» «Потому что...» «А результат практически...» «Это абсолютно точные данные». «Вы можете как угодно на это реагировать, но...» «Просто запишите». «И начните применять его буквально сегодня же». «Потому что...» «Потому что вам надо узнать мнение человека». «Потому что мне очень важно, чтобы ты пришел». «Потому что...» «Вот как угодно обыгрывайте». «Включайте вот это волшебное словосочетание». «Потому что...» «Договорились?» «Поехали дальше». «Это исследование и показало всю уникальность словосочетания, потому что...» «Соответственно, если вы будете сопровождать любую вашу просьбу обоснованием причины...» «То в ответ непримерно услышите «Да». «В 95% случаях». «Почти в 100%». «Только говорите это нормально». «Не надо там что-то умничать, заумничать и так далее». «Второй нюанс, о котором я вам говорю очень часто». «Но это отдельная тема, это отдельный действительно потрясающий тренинговый материал». «Имитация или отзеркаливание». Напишите «отзеркаливание» в скобочках можно обозначить «повторение». Повторение фразы, которая сказана тем человеком, к которому вы обращаетесь и с кем общаетесь. А вообще считается, что имитация повторения «отзеркаливание». «Отзеркаливание» – это более, наверное, понятно. «Повторение» или «отзеркаливание» является высшей формой лести. Но в то же время, одной из самых мощнейших форм – убеждения. И мало кому в качестве примера, знаете, мало кому нравится, когда у вас официант, принимая заказ, просто говорит «предел заказ?» «Да, хорошо!» Вы там перечислили, что вам салатик надо, там первое, второе, третье, вино красное, а не белое, там что-то еще. А он просто говорит «да, хорошо!» А еще хуже, если он просто молчит. Официант принимает заказ и просто отвечает «да, хорошо!» Или просто молча принял заказ и ушел. «В душе каждый человек мечтает о том, что его обслужили похожие на него люди». Это понятие «в душе каждый человек мечтает о том, что его обслуживали люди, похожие на нас самих». Пример с официантом. Вам будет намного принятнее, если вам принесут заказанного вами салат «Цезарь», а не греческий. И это случается постоянно, дорогие друзья. И с вами, я думаю, тоже это случалось неоднократно. Поэтому официанты, которые владеют этой техникой от зеркаливания, получают в три-пять раз больше чаевых, если хотя бы просто, словесно проговаривают ваш заказ. Повторяют ваш заказ словами клиента, вашими словами. Просто говорят «да». Если можно, я уточню. Итак, вы заказали такой-то салатик, такой первый, второй, так далее, вино красное, да, красное, да, какой-то маркетов, такого-то года и так далее, и так далее. И тот, другой, третий. Согласитесь, что это приятно. Если какая-то ошибка будет допущена, вы ее тут же корректируете. То есть, это классно, это здорово. То есть, уточняют, отзеркаливают ваше пожелание или ваш заказ. Так почему же к людям, очень похожим на нас, мы относимся лучше? Все связано с тем, что мы предпочитаем общаться с людьми, похожими на нас. Помните, я часто говорил на вебинарах, вы это знаете. И не только у меня, я наверняка вы слышали, что к вам придут ваши люди. Так те же официанты получают больше чаевых только за то, что мы им симпатизируем. А они просто-напросто повторили наш заказ, наши слова. То есть, принцип отзеркаливания, он более подробно был рассмотрен у меня на тренинге, который два раза я проводил этот тренинг где-то полгода тому назад. И нам его надо, дорогие друзья, стоит. Я думаю, что повторить, если стоит, пожалуйста, напишите, что стоит. И еще. Есть такая фишка, вот это две, как бы, небольшие фишечки. Есть еще одна фишка, которую я сам применяю довольно-таки часто. Это, можете записать, ответственность, взятая на себя. Я часто говорю, мы ответственны за тех, кого не послали. Это здорово, это классно. Но с более близкими людьми есть такое понятие, ответственность, взятая на себя. Например, вы можете сказать, там, звоните Маше, с Дашей, Володей, Николаю, там, Дмитрию, и говорите, Дима, приезжай. Почему? Потому что тема действительно невероятная. Говорите от себя, ничего не придумайте. Насколько у вас блистят глаза, насколько вы верите в эту технологию, а вы будете в нее верить невероятно, когда приедете в Минск и увидите все это своими глазами, вас тогда остановить будет вообще невозможно. Так можно сказать, Дима, если ты мне скажешь, что я зря тебя пригласил на встречу, и та информация, которую я тебе дам, или даже не вы дадите, а тот человек, который сейчас прилетел или приехал, или приходи на вебинар, ту информацию, которую ты услышишь, если ты сказал, что я зря потратил твое время, или ты зря потратил свое время, я тебя приглашаю в ресторан, или билет в кино, или проезд оплачиваю. Вот по поводу проезда, буквально четыре дня, да, четыре дня тому назад, я на этом сыграл здесь в Крыму. Я просто сказал человеку, приезжай немедленно. Я оплачиваю такси. Он говорит, ну я, если сейчас вот, вот, вот там, мне добираться очень долго, пробки, как раз было в вечернее время, пробки и так далее, и так далее, я говорю, бери такси, я тебя оплачиваю. Я действительно оплатил такси, и человек приехал, и стал довольно-таки крупным инвестором. Так вот, когда человек, собеседник, ваш друг, знакомый, увидит уверенность, подкрепленную страховкой, запишите, уверенность, подкрепленная страховкой, а страховка будет, это ваша страховка, и с вас, вот поверьте мне, никто не будет требовать, ну ты что, обещал там ресторан, там то-си-боси, я вот приехал, две минуты послушал, ушел. У моей практики такого не было. Вот чем бы я не занимался, теми проектами не занимался, а уж не говорю о Skyway, такого не было ни разу. Информация невероятная. Шанс сумасшедший, в хорошем смысле слова, который действительно бывает один раз в сто лет. Я бы сказал так, может быть не в сто, а в десять лет точно. Потому что рынок криптовалют нельзя сбрасывать со счета, но там было вообще непонятно, что за новая валюта и так далее, и так далее. В то время как наши инвестиции в конечном счете могут дать, могут дать выхлоп еще покруче, чем крипта. Так вот, когда ваш собеседник, партнер, друг, увидит уверенность, почувствует уверенность вашу, подкрепленную страховкой, он согласится на встречу. Я подчеркиваю, встреча. Помните, да? Первое, что мы должны сделать, это продать хотя бы десять минут его времени. Это я говорил на предыдущих вебинарах. Продайте человеку не бизнес, не предложение, а продайте человеку десять минут его времени. Так вот, если ты сказал, что я тебя зря пригласил, информация не актуальна, я тебя приглашаю в ресторан, я тебя приглашаю в кино, я оплачиваю твой проезд на такси. Берите на вооружение, если применяете уже, это здорово. И постепенно мы с вами будем учиться этому искусству убеждать, а не навязывать и уговаривать. Дорогие друзья, я надеюсь, что эта информация была вам полезна. До встречи во вторник, то есть во вторник, в пятницу, на нашем следующем вебинаре. Напоминаю, новость, которую вы должны обязательно все посмотреть. Это новости действительно потрясающие. Всем благодарю и до встречи на следующем вебинаре. С вами был Григорий Мирошенченко, город Симферополь. Завтра мы, кстати, кто у нас в Севастополе, дорогие друзья, завтра мы в Севастополе. и 24-го числа, то есть 23-го предназначен ночью в Челябис, 25-го в Севастополе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...